Заполярному району 15 лет. Во Дворце культуры Арктика прошел торжественный вечер, посвященный юбилею самого крупного муниципалитета Ниньского округа. Александра Литкова продолжит. Более 20 тысяч человек и 42 населенных пункта входят на сегодняшний день в состав Заполярного района. Муниципалитет был образован 15 лет назад в рамках реформы местного самоуправления. За этот небольшой период в районе изменилось многое. С 2006 года все учреждения здравоохранения и образования были переданы в Заполярный район вплоть до 2015 года. Была создана почти что вновь, можно так выразиться, система образования, система здравоохранения. Я думаю, что будет правильным заявить о том, что система ЖКХ в поселках, в сельской местности была поднята на новый уровень. 15 лет по человеческим меркам возраст небольшой, а это значит, что впереди целая жизнь, за которую нужно успеть сделать еще больше для жителей района. Все специалисты, которые там работали, в первую очередь слышали людей, работали для населения. И сейчас, когда я являюсь полномочным по правам человека, для меня, конечно, важно, чтобы те профессионалы, которые там работают, мы все вместе работали над благополучием человека конкретного, у которого есть простые житейские вопросы. И эти житейские вопросы мы должны вместе помогать ему решать, объяснять так, чтобы человек слышал, понимал, какие у него есть права, какие у них есть обязанности и в чем мы можем помочь. Мы с депутатами Совета Заполярного района часто выезжаем в населенные пункты, где встречаемся с людьми, с коллективами. За последние 15 лет Заполярным районом сделано очень много. Но главная проблема населения – это, конечно же, жилье для специалистов, строительство жилья для учителей, врачей, молодых специалистов, которые возвращаются с учебных заведений. По традиции в этот день честовали почетных граждан муниципального образования, а также вручали благодарственные письма и грамоты. Празднование юбилея продолжилось на площади поселка Искателей, который является районным центром с 2008 года. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Продолжение следует...